Продолжение следует... 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 И получите хороший, добрый совет. Она пришла, в нашествие случая, с защитой, с мужем. Нет, муж вот. А, вот он, да, сидит. Он тоже так, не афишируется, он муж. Мало ли, говорит, что с ними будет, а тут мы и начали. Так вот сильный гром. Значит, я хочу, ввести вам конкретное, так сказать, предложение. Имею в виду, что мы можем ведь бесконечно встречаться. С одной, что это очень приятно и хорошо. Но через некоторое время это уже будет, как бы, в то же воскресенье, в тягости и так далее. То есть надо уже что-то решать. Что я предлагаю? Я предлагаю сегодня, так сказать, организовать учреждение про сайт. Значит, я буду все, что необходимо, консультацию необходимую давать. Если я что-то не то скажу, Иван Михайлович поможет. Вот. Вячеславович поможет. Вот. Значит, что я предлагаю? Нам нужно первое, что сделать, избрать сейчас председателя забрания из кого-то, из корночеков. Это, так сказать, мы, вот, неважно. Я имею в виду, в этой организации тут все товарищи-корночеки участвуют. Другое дело, что то, что мы можем задавать, вот, еще раз повторяю, что никто, кроме вот тех, кто здесь находящихся, на экране не появится. А вы, наверное, заметили, и голос был в нем. Ну вот, значит, изберем председателя собрания, секретаря собрания, потому что без этого, без того, чтобы они додокументировали все самые свои действия, и создавший профсоюз. Так, теперь, значит, есть у меня еще одно конкретное предложение. Создать не просто отдельный профсоюз, который будет у нас ни пришей, ни пристегней. А профсоюз входящий, вот, я не случайно вам раздал галету, и сказал, что там есть вот профсоюз авиадиспетчеров. Вот его руководитель возглавляет Федерацию профсоюзов России, фонд рабочей академии с ним сотрудничает. Мы с ними раз в полгода встречаемся всегда, и все обсуждаем, и они нам помогают, и мы им помогаем. В том числе они сняли своего генерального директора, который нехорошо себя вел, и мои газеты, кстати, помогали. Там карикатура была, как берут его в диспетчеры и выбрасывают его из кресла. Ну, так и получилось в итоге. А теперь у них там офис хороший, живут там хорошо, к ним зайдешь в Москве. Так вот, чтобы наша профсоюзная организация осталась не в воздухе визящей, а была бы профорганизацией Федерации профсоюзов России. И что для этого надо? Для этого надо, значит, пока ничего, кроме нашего решения, пока не надо, потому что начальник, все знают, что вот у белой медведицы, вот медвежонок вот такой, варежка, а в расставе потом вот огромные туши. Так и здесь, и профсоюз. Сначала надо маленький образовать, нигде не кричать, и не только не нужно нигде обнародовать или кому-то сообщать, тем более работодателю. Ничего не надо это делать, значит, надо это создать, чтобы знали только сами коронавщики, вот, и, так сказать, и, а то, что нужно будет помочь, что касается помощи, вот, мы вам помощь обеспечим и Фонд рабочей академии, и Рабочая партия России. И мы по своей связи нам тут попросили с вами встретиться, наши товарищи из Казани. Поэтому, я думаю, что в этом отношении вот Иван Михайлович, секретарь и организации Ленинградской Рабочей партии, а Ленинградская у нас включает очень многие... И Казань в том числе. И Казань в том числе, и другие там, потому что у нас там, где не хватает до трех человек, или у нас еще требования более жесткие, надо, чтобы большинство было рабочих, чтобы в организации были рабочие. Если нет рабочих, это отдельные одиночки, они включаются в Ленинградскую организацию. У нас, когда проходит собрание, всегда большинством рабочих все принимается. То есть, если есть там три рабочих, то нерабочих может голосовать только двое. Если пять рабочих, то нерабочих может голосовать только четверо и так далее. Я, например, вот как нерабочие, обычно и не голосую. Извините, перебью. У нас просто кто хотел еще прийти, они сегодня не могли прийти. Ну, да, понятно. Потянемся. Как бы насчет профсоюза, может быть, они не против именно быть профсоюзом, у них нету сегодня. Потянемся. Давайте мы... Это профсоюз, значит, сделаем... То есть, я предлагаю пойти по самому, в этом смысле, легкому и простому пути. Значит, вот сейчас мы определим, кто председатель, кто секретарь. Я буду помогать и председателю вести, вы, если будет что-то у нас, какие-то вопросы или непонятно, что-то делать, мы будем это делать. Вот, так сказать, остановимся и продолжим. Сегодня мы должны... Тогда нам не надо придумывать устав, потому что устав есть у Федерации профсоюзов России. В самом уставе, у Федерации профсоюзов России есть устав. Вот этот устав, ну, на самом деле, уставы все профсоюзные, они стандартные. Мы за все светлое и хорошее, вроде всего плохого и нехорошего. А дальше там пишут, расписывают права, обязанности, они все же самые решаются большинством голосов. Вот, кладятся какие-то взносы. Насчет взносов, я думаю, можно ограничиваться. Это мы решим сегодня вопрос. Ограничиться таким, чтобы он был небольшим. Не обременительным. Не обременительным. Так? Не обременительным в любом случае. Но это не будет. Мы решим этот вопрос. И дальше, даже в Федерацию профсоюзов России, я думаю, обращаться не надо, потому что когда у вас будет не 7 человек, не 8, а 50 или 60, тогда, когда я беру на это обязательство, дать вам телефон товарища президента, я ему позвоню, мы вместе позвоним и скажем, направим туда бумаги, на адрес федерального профсоюзного диспетчера, что просим нас считать свои организации. А пока мы одобряем уставы и просим считать, но на бумаге просим, а пока эту просьбу не посылают. Почему? Ну, набрать надо немножко, потому что, ну, что там, 3 человека попадут в Федерацию профсоюзов России, несерьезно. Да. Или 4, или 5. А для начала дела и 3 хватит, и 4, или 5. Ну, вот такой план действий. Можно слово сказать? Да. Смотрите, я, ну, представляю профсоюз действия, то есть сейчас на слуху, наверное, забастовки медиков по всей России. Ну, вот я в профсоюзе год всего лишь. Совсем недавно было такое, что, например, профсоюзники все утверждали, все вот заслуженные и тому подобное, что медиков объединить вообще нельзя. Вообще это невозможное дело, мы все разрознены, у нас мелкобуржуазность в голове, и нас вообще никак не объединить. И сейчас получается, что медики как бы объединились, и вот эти забастовки, например, в Пензе выставало совсем недавно 855 человек, представляете? В Тольятти объявлена забастовка, сейчас Петрозаводск в забастовке. То есть медики сейчас бастуют больше, чем остальные. Еще раз говорю, всего лишь год назад говорили, и медиков не объедините ни на что не сподвигли. Но еще один момент, пока мы ходили друг за другом и говорили, ну, нам плохо, давайте это, давайте это, ничего не получалось. Объединились именно в большую организацию, именно уже сейчас она из межрегиональной стала всесоюзная, и у нас сдвинулось все с мертвой точки. Например, в Пензе, говорили, что денег нет, зарплату невозможно поднять. Как только объявили, просто объявили забастовку, сразу же все изменилось, сразу же нашлись деньги. То есть за вас хостом не купил человек? Пострадал, хостом дополнительно не купил. Ну, какой-то да. Но я опять же в том, что разговор о том, что вы тоже разрознены, там подобное, это не разговор. У нас-то еще раз говорю, такие же были разговоры, объединились. Ну, думаю, уже у нас беседа была в прошлом году. Нет, это очень интересно, у нас тоже, вот как вот нам даст платить, надо, понимаешь? Это потом мы будем решать. Ну, я думаю, все решаемо. То есть у нас не решаемо. Давайте, 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 делимся вперед. У нас уже прошло 55 минут, с четырех часов, как мы говорили. С временем, давайте. Я предлагаю председателя нашего собрания. Подождите, кто-нибудь против? Голосуем. Кто за то? Голосует, кто-то, 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 кто-то. А? Нет, нет, собрание. Собрание пока. Собрание пока. Я делаю. Так, кто за то, чтобы избрать председателем? Вот, говорим, их тысячи. Раз. Все. Как, да? Или нет? Да, да. Тоже да. Все да? Так. Хорошо. Виденогласно восприняли. Спасибо. Нужен секретарь. Кто умеет писать? Вы умеете писать? Все умеет. Что-то копы. А у кого кучих лучше? Нет, кучих тут не важно. Значит, я даже думаю. Я даже думаю. Давайте должности занимаемся. Нет, нет, нет. У меня в случае плохой, и он хорошенько писал. Что-то писать? Двоих, может быть, чтобы вы писали? Двоих? Да. Давайте двоих. Давайте. Мы придурно везем в микро. Так, ну, хорошо. Значит, для этого один, может, открытый у нас будет, да? Что писать? Что было бы на них? Вот вам папочка. Писайте, нам надо за стол хоть один. Чего это со мной? Если двое особенное. Один посадим. Это романтично, конечно. Романтично. Не знаю, у нас есть секретаря. Функцию пишем протокол. Секретаря объясните вот. Объясните функцию секретаря. Писать? Писать. Писать. Давайте вам сейчас тоже. Ваши будут поручить. Слушаем их, остановимся. Так. Пишем протокол. Номер один. Ручек? Номер один. Ручек вот. Сколько дать? По-моему, сколько ручек. Любые. Ну, видите, уже блага пошли. Нараза, бумага. Так, протокол номер один. Протокол чего? Собрание. Григорий Вячеславов. Собрание. Храновщиков. Чего? Санкт-Петербурга. Да? Да. Собрание Храновщиков, Санкт-Петербурга. Большое, но маленькое тут два, два не важно. Но собрались в Храновщиков и Санкт-Петербурга не с Луны же? Конечно. Просто собрание и учредители. Не, просто собрание. Это собрание будет решать. Да, да, да. Вот видите, я вот консультирую, я же не умею, чтобы вы сказали. Это жульки будете решать. Получится учредительное, значит, будет учредительное. Я думаю, что получится. Раз вы сказали уже, ответите, вы там все. Не, я просто спросил. Так есть такие вопросы наводящие, что уже все? Так, где я не знаю, что вы здесь? Так, значит, протокол номер один. Собрание Храновщиков Санкт-Петербурга. От такого-то числа. Какое сегодня число? Девятнадцатый. От пятнадцатого? Сентября. 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 Тысяча девятьсот девятнадцатого года. Вот день о рождении уже хорошо. Значит, еще раз. Стуга, да? Дальше. Средители присутствовали. Присутствовали. И вот тут мы должны присутствующих команды писать. Начнем с вас. Лебедев подними. Значит, еще раз, этот документ, этот документ, у нас вас выбрали секретарь, да? Вот этот документ никому вы не должны отдавать, кроме, так сказать, председателя, и вот вы держите его. Не публичный документ. Ни в руки, никому не давать. Я тоже могу вам сказать, что борьба еще предполагает победу. Иногда в победе нужно, чтобы вы видели, что у вас много союзников. Вот этих союзников мы показываем, а вас не показываем. Это хорошо или плохо? Да, вот присутствуют эти и присутствуют их. Да, следующий, значит, пункт. Это мы сейчас пишем, слушали. Нет, председателю и секретарю надо еще. А уже есть? Нет, а написано... Вот такой написано что? Написывать надо, председатель такой-то, секретарь такой-то. А, ну давайте напишем председателю. Лебедь, Вадим Викторович,EMI. Лебедь, Вадим Викторович. Укажите, председатель и секретарь. Вадим, а ты на по listbookе ждаешься? Куда устроить? Ну, вот они подписывают. Устроить потом. Так, записали, да? Понял, Влад? Не понял. Не понял. Я говорю, мы вступать никуда не будем, мы будем создавать свой образ союз конкретно для крымщиков. Да. Хорошо. Сейчас будем это обсуждать. Следующий пункт. Вот мы записали, кто президент, кто секретарь. Потом напишем. Значит. Учреждение профсоюзной организации. Повестка дня. Обсуждаемый вопрос, да? Ну или повестка дня. Повестка дня. Повестка дня. Стандарт такой бюрократический. Повестка дня. Обычный протокол. Повестка дня. Учреждение профсоюзной организации крымщиков. Санкт-Петербург. А работник может состоять в одной, так скажем, профсоюзной организации или в другой? Может, если какая-то организация не займет позицию, что мы не допускаем. Эти в уставе не записаны, а что не может? Да, а так нет таких позиции. Значит, записали, да? Учредили процессы организации. Вот надо решить, значит, как вам учредить организацию. Есть два варианта. Один вариант, быстрый. Мы учредили самостоятельную организацию, которая входит в федерацию, профсоюзов в России. Федерация профсоюзов не профсоюз. Понимаете, да? Не профсоюз. Это федерация, союз профсоюзов. Поэтому, чтобы мы были не такой профсоюз, чтобы у нас не было того, какого-то сильного, кто может нас защитить. Крыш. А такой, чтобы имел быть некоторую крышу. Вот в качестве этой крыши я предлагаю рассматривать и брать федерацию профсоюзов в России. Поскольку мы давно ее знаем, работаем, она поддерживает. Надежно поддерживает, очень хорошо профсоюзную организацию. И там самый маленький взнос. Какой взнос? Ну, какой-то там 400 рублей. Какой-то маленький. То есть не процент даже? Нет. У них другая. Для входения федерации. Это для отступки. Это уже организация, когда она ходит, они платят на какой-то процент. А какой-то фиксированный взнос небольшой. Почему это нам облегчит? Потому что либо мы должны тогда, мы можем сейчас одобрить устав федерации профсоюзов России и учреждаем профсоюзную организацию федерации профсоюзов России. Первичную, первичную, Санкт-Петербургскую. А если мы этого не делаем, тогда надо разрабатывать все САФ. Это будет большая канитель. Большая канитель. Вот у нас есть специалисты. Причем эта большая канитель кончается обычной канцелярщиной. Кто имеет право вступать, выступать, голосовать, условия закрытия, условия регистрации и так далее, и так далее. Ничего мы от этого не выигрываем, только затягивается собрание. Тем более, что организация, входящая в Федерацию профсоюзов России, может входить в любой профсоюз, если за нам захочет еще. В другую организацию. Так что, вот, скажем, есть одна из профсоюзных организаций профсоюза докеров, которая входит в Федерацию профсоюзов России. А другие не входят туда, в эту Федерацию профсоюзов России. То есть это нас совершенно не ограничивает. Это организация, если вы хотите вступить потом, или организация захочет вступить в ЭМПРА, пожалуйста. Вот у нас есть товарищ, который у нас в Рабочей партии России и в Фонде Рабочей Академии, но он шлем ЭМПРА. Так что, если другой появится, и хорошо. И когда соединяются трудящиеся, ничего плохого для трудящихся не бывает. Бывает плохо для тех, с кем они борются. Вот поэтому я предлагаю на голосование такой вопрос. Значит, кто за то, что получили здесь профорганизацию профсоюзов Санкт-Петербурга, как первичную организацию Федерации профсоюзов России. Давайте голосовать. Подожди, будем о чем думать. Подожди, давай подписываемся на чей-то профсоюз, да? Нет, не на свой, да. На свой, который будет, которые все знают, а для каких-то профсоюзов? Нет, нет, еще раз, я же не профсоюз. Вы сейчас с англета задаете вопрос, кто за то, что мы выбрали для личной организации профсоюзов, а для чего? Нет, которая не входит в профсоюз. У авиадиспетчеров есть профсоюз и авиадиспетчер. Надо различать профсоюзы и их объединение. Вот у нас есть разные объединения. Есть Федерация независимых профсоюзов России. Знаете, ее отглавляет шмаком. Сейчас вы, посмотрите, объясните, как нам создать профсоюз. Я вам подписываю. Я вам объясняю, как его быстрее всего создать. Вот здесь Федерация независимых профсоюзов России. Вот у нас есть профсоюз коронавщиков, который входит в эту федерацию. Мы ее заходим в том, что мы хотим создать свой совет коронавщиков. Пока для начала мы хотим расширяться, искать, ждать людей, добавляться. Но пока вот это не надо, чтобы он был там на первичке. Сейчас еще раз, давайте еще раз поставим вопрос. Значит, есть два пути создания профсоюзной организации. Разработать устав. Вы берете с устав разработать свой профсоюз? А мы можем позаимствовать? А мы можем платить? Платить никто никому ничего. На этой стадии платить не должен и не будет. Более того, я, например, как я уже пообещал, что если у вас будет 100 человек, я буду обращаться к президенту Федерации, чтобы вас туда приняли. А если у вас не будет 50 человек, я не буду туда и обращаться, чтобы не позориться. Поэтому у нас до этого как до неба. Ни о каком вхождении пока в Федерацию профсоюзов России, как о вхождении, речи не идет. Потому что, чтобы войти, надо прийти с заявлением, прийти с заявлением, написать заявление, похвать его туда, президенту Федерации, и получить от них положительный ответ. Но мы не пошлем это заявление, пока... Вот я, например, не беру на себя обязанностей идти туда с каким-то заявлением, не только, вот как у вас еще ни одного нет, а вы уже тут тормозили. А я не беру на себя ответственность просить президента Федерации, чтобы они, так сказать, включили куда-то эту организацию, поскольку она пока маленькая. Поэтому эта бумага для нас и для того, чтобы мы могли людей собирать. Потому что в противном случае, если мы никуда, то есть ни в какую федерацию не входим, и никакой устав для себя за основу не берем, мы должны разрабатывать сами уставы, и начинать сначала то, что делают те организации, затягиваются на месяцах. Так забываете профсоюз авиадиспетчера, да? Это... Он входит в федерацию. Вот есть профсоюз авиадиспетчера, он входит в федерацию профсоюзов России. Туда входит профсоюз защита труда. Туда входит один из профсоюзов докеров и так далее. То есть туда могут... Это союз уже профсоюзов. А профсоюз мы делаем самостоятельный. Знаете, еще какой момент, я понял, в чем загвоздок. Смотрите, я схожу в... Я возглавляю первичку в своей поликлинике, в Парголов 52-й. Мы, ну, как бы вступили в профсоюз действия, потому что у них есть устав, юра, адрес, всякая еруда вот эта, которая мне просто не нужна. У меня своя работа, мне вообще до этих юридических моментов. Но если мне чего-то не понравится в этом, вот конкретно моей первичке, вот в этом действии, идите лесом. В любой момент? В любой момент. Все. Нас никто ничего не неволит. Я не подписал какой-то контракт на 5 лет. Мне сейчас удобно с ними. Потому что это, например, всесоюзный. А если я буду один, ни о чем будет. Нет, ну по-простому речь идет, чтобы была своя хроновская организация. Более всего, вторым шагом мы должны, придумать, как будет называться этот профсоюз. У нас в прошлый раз было предложение. Вы присутствовали прошлое, да? Нет, нет. Предложение было такое. Значит, предложение было сначала вира, а второе предложение было назвать высота. Да я думаю, что пока не надо это. Ну как-то надо назвать. Когда мы стоим на месте. Нет, конечно. Продолжение, нужны какие-либо действия. Для того, чтобы понять, мы движемся дальше, мы не движемся дальше. Мы стоим на месте. Но если мы стоим на месте, то тогда зачем собираем? Нет, детали непонятные. Нет, детали. Вот вы понимаете, что вот когда рождается ребенок, ему дают имя. А вы говорите, давайте не будем имя давать. Ну давайте, он ходит без имени. Нет, какие детали непонятные? Нет, вот ребята сказали, что там непонятно, чтобы куда-то вступать. Нет, непонятные. Поскольку речь идет не о том, чтобы куда-то не вступали. Речь идет о том, что есть объединение профсоюзов, самое близкое к нам, которое мы можем вам посоветовать, рассматривать, как объединение профсоюзов. А профсоюз никуда этот не вступает. Пока. Его и нет. Об этом крановщики не думают. О федерации профсоюзов. Пока не думают. Сейчас думают только о своей профсоюзной организации. Вот чтобы иметь свою профсоюзную организацию, нужно или написать свой устав, либо какой-то устав за основу. Если мы пока берем за основу, если мы еще раз берем за основу устав Федерации профсоюзов России, в котором тоже написано, что он за все светлое и хорошее, против всего темного и плохого. Ничего там. Вот вы зайдите на сайт. Вот я всех прошу, у вас компьютер с компьютером владеете. Зайдите на сайт Федерации профсоюзов России и прочитайте их устав. И прочитайте их. Если у вас возникнет, не возникнет желания войти в эту Федерацию, но я еще раз повторяю, я имею в виду, что мы сейчас начинаем дальнюю дорогу, я имею в виду, что мы с вопросом о вступлении в саму эту Федерацию, профсоюза, самостоятельного профсоюза, с тем названием, которое мы выберем, санкт-петербургских хроновщиков, можем к этому подойти тогда, когда у нас будет в организации человек 50. И к этому времени мы решим по-другому, мы не будем туда входить. И напишем в другую федерацию. Правильно? А пока мы будем туда входить в чем-то запросы. Вот не путаться, не говорить, то есть когда уже будет 50 человек, как и ставить вопросы по праву. Смотрите, какой момент. Я там приехал, сегодня мы принимаем устав, вот этот устав принимаем, и вот я как председатель первичка вам говорю следующее. Я прочитал, вот сегодня вечером приехал, прочитал устав, он мне не понравился. На следующее собрание собрался и говорю, ребята, он нам не подходит. Делаем свой, все, голосуем за другой. Это тоже так же вот так легко отметается. Вы учредитель этого профсоюза. Над вами никого нет. Взять за основу. Просто сейчас эта бюрократия откидывается. Вам не нужно сейчас этот устав вообще мать. Я вам объясняю ситуацию. Страныщики проступления в Федерацию профсоюзу вообще не думают. Им непонятен вопрос, а первичная профсоюзная организация еще не понятен. Продолжение, что не понятен. Товарищ, значит, можно я спросить слово? Так, уже второй раз встречаемся. Значит, разгоровов очень много. Надо, чтобы что-то сдвинулось. Значит, профсоюз надо создавать. Ну, а так чего здесь ходить, без конца вот это тянуть? Если вы можете сами, так сказать, собраться, составить вот это собрание без нашей помощи, взять, написать какой-то устав, ради бога, мы вам можем помочь по интернету, можем помочь еще как-то. Мы вас не гоним насильно ни в какой профсоюз. Это ваше дело. Значит, вы можете еще раз написать свой устав. Вы можете взять готовый устав Федерации профсоюзов России. Если вы нам не доверяете, считаете, что это какой устав, то тогда, значит, ну, надо вам подготовиться. Ну, вот я, например, знаю, у меня вот, Михаил Васильевич, будет ли время в следующую очередь. Давайте я вам говорить только про профсоюз коначеков. Хорошо, устав вы напишите, откуда вы возьмете вчера, кто хотите с уставом создать профсоюз. О Федерации профсоюзов России, у нее сайта отдельного нет, есть страница на сайте фонда рабочей академии. Там все документы, Федерации профсоюзов России, вы смотрите. Ну, так вот я говорю, что у нас дело просто не сдвинется, потому что если надо писать свой устав, ну, пишите тогда, давайте возьмем фаузу, заставляйте документы, собирайтесь и заставляйте протоколы. Я вам должен, как профессор по качеству экономики, разъяснить закон. Закон. У нас существует закон о профсоюзах. Вы считали его? Я, конечно, врач, закон не считал. Я, конечно, врач, закон не считал. Российский закон о профсоюзах. Считали? Нет? Вы считали? Нет. Вы считали? Нет? Значит, в законе для учреждения профсоюза что нужно? Составить устав. Либо мы. Поэтому я себе поставил вопрос. У нас есть два варианта. Длинный. Что мы пойдем составлять устав. Кто будет составлять? Вы не будете составлять. У нас есть люди, которые тоже не надо будет составлять устав. Значит, это длинный будет вариант. Я хочу вам сказать, что составление устава, вы там подмоните в крючках. Потому что, с одной стороны, с другой стороны, все уставы профсоюзные на одну лицу будут. А где? А где? А где? А где? Михаил Васильевич? Поэтому, можно сделать, взять никуда. Давайте ни о каком выхождении вообще не будем сейчас говорить. Снимаем это дело. А поставим вопрос по-другому. Берем за основу устав, который разработала Федерация профсоюза России. И все. А никуда мы в ней не входим. И вот и все. Твоя организация или профсоюз, или первичный может входить. Значит, мы создаем не первичный, а профсоюз. Правильно? Вот. Нет, мы профсоюз мы еще не создаем. Мы создаем совет. Никакого совета мы не создаем. Мы уже профсоюз создаем. Профсоюз, конечно. Нет, такой совет вообще. Какой совет? Совет, чтобы людей собрать побольше, а потом создавать. Нет, такой. А почему вы профсоюза боитесь? Нет, такой. Значит, еще раз. Какая разница, совет или профсоюз? Мы не боимся ничего. Настя, еще раз. А какая разница? Так они куда должны входить? Под что они должны подписаться? Они просто не понимают, что должен быть профсоюз. Вы его хоть как назовите? Ну, это называется, например, профсоюз, потому что это на законодательном уровне, оно, как это сказать, оно зафиксировано. Снимаете? Вы советом его назовете? Нет, нет. Хорошо. Точно так же. Вот смотрите, к вам подходит какой-либо работник, мужчиник вашего центра, и он говорит, что, а куда ты меня приглашаешь? А вы говорите, какой-то там совет. А какой это совет? А что там такое? Вы тогда можете, вот в этом случае, вступление в профсоюз. Вот устав. Вот устав. Если вы хотите, нужно обсудить вот эти вот моменты. Понимаете? А так, если никуда не вступить, это непонятно. Какой совет? А у этого совета должны быть какие-то документы. Чуть-чуть, полумнее человек будет, да? И он задаст этот вопрос. А какие, какой устав, а как и что? Спасибо большое всем, что выступил. Значит, подводим итог. Значит, создаем профсоюз. Не первичный организм, никуда не входим. Создаем профсоюз, но за основу берем устав Федерации профсоюзов России, как нам подходящий. И больше ничего. Если вы завтра или послезавтра, после создания, вы знаете, как бывает, начали делают работу, а потом ее переделывают. Если вы скажете, нам такой не подходит, мы берем другой, составим свой, но здоровье, как только вы создаете свой профсоюз, вы можете... И нигде вы его... Значит, регистрацию я вам не советую делать. Регистрировать, сообщать в администрации, к регистрации членов. Ничего этого не надо делать. Нам надо создать профсоюз, а выбирать количество членов. Все. Значит, если мы сейчас останавливаемся на том, что мы берем за основу устава Федерации профсоюзов России, это нам позволяет сегодня учредить профсоюз. Если мы это, так сказать, не устраиваем, мы тогда откладываем невесное далеко. И я могу, так сказать, тоже сказать, давайте как хотите, потому что я другого способа не знаю. Писать для вас устав. Я, например, не берусь. И это не надо. Да? Самое ли они будете? Помогать я вам буду. А в чем будем? Ассетята и я. В чем проблема? Самое слово у нас ведут что? Роды профсоюза. Вот я, скажем, могу только помочь в этих родах, но заражать не могу. И дальше, и помогать у вас как фонд Рабочая Академия в любом случае будем? В чем имеем? Всем, чем имеем. У нас все. Просто сейчас предлагается для начяков здесь ничего опасного нет. Скажем так, я понял, что нет. И знаешь как, или мы сами вот через геморрой сейчас тебе обещаем, то есть, вадим, этот вопрос не решен, подожди. Если или мы сами через геморрой проходим и становимся там юристами и этими всеми, понимаешь? То есть, ты должен стать юристом, еще кем-то. Или уже есть те, кто нам говорят, пакет принесут, и мы то есть, сами переносчики... вот у нас короткий будет тогда... Нет, вы можете сказать, чеки будут стать очень короткими. Подготовить документы, чеки там пишут, ну допустим, ты председатель этой профсоюзной организации, ты, ну, руководитель, ну... есть еще один экземпляр, там, подначатый. Можем мы вам передать, он будет продолжать. Я потом напишу. будет... А, подпишет. Хорошо, вы пишите, а он подписывает. что у нас есть? Серьезно? Еще раз. Протокол номер один собрания крановщиков Санкт-Петербурга от 15 сентября 2009 года. 2019 года присутствовали список председателя Леведя Владимировича... Вы в это еще входите или не входите? Нет. Я сейчас послушаю. Секретарь Варклоркова, повестка дня первое учреждение профсоюзной организации крановщиков Санкт-Петербурга. Хорошо. Теперь стоп. Значит, послушали, вы постановили, давайте проголосуем только то, чтобы учредить профсоюз крановщиков в Санкт-Петербурге. Прошу голосовать. Кроме крановщиков никого не будет. Я называю единогласный. Единогласный, пишите. Ребенок родился, имени нет. У нас городской профсоюз сейчас создан. Городской. Нам деньги же средства и их коржи. Браво. Деньги. Отдельный вопрос. Мы сейчас это решим. Зачем деньги вам? Зачем? Примерно потеряем помощь. Профсоюз учредитель, сам профсоюз решит. Вы сидите без нас, без нас, вы решите. Будете вы взносить, не будете. Если вы приняли то, что решение создать профсоюз крановщиков, давайте дадим ему название. У нас два предложения. Первое предложение было в прошлый раз. В прошлый раз было предложение создать профсоюз крановщиков в Санкт-Петербурге под названием «Высота». Есть другое предложение. Просто назвать профсоюз в Казани, пожалуйста. Можно и так. Можно создать профсоюз крановщиков. Но у нас есть люди в Казани скажут, все, мы не хотим вам подчиняться. Тут как бы не было. Комбинированное название такое. Профсоюз, крановщиков, Санкт-Петербург, ВСАС. Вот, нормально, да. Все согласны? Кто же там? Кто же там? Раз, два, три, четыре. Девушки. Второй вопрос у нас решен. Два вопроса. Учередить. Уже учредили, назвали. Два. Теперь будем вопрос о взносах решать или вообще это мы не обязаны? Зачем нам его решать? Теперь нам следующий вопрос. Нам нужен председатель, заместитель и казначей. Вот так. Казначей я. Какие у нас есть кандидатуры на председателя профсоюза? Это ваше голосование, вы же решаете. Я против. Противовечен заказчик. Вы обратили внимание, что я не голосую, не за... Значит, две кандидатуры. Первое предложение и второе предложение. Кто за то, чтобы товарища Лебедева избрать председателю? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре. Кто за то, чтобы избрать? Пять? пять. Значит, прошла кандидатура на расчаление у председателя. Вы потом переголосите. Теперь на замок. Вы можете хоть каждый раз собираться. В любой момент можно председатель взять и взять. заместителя. Да? Голосуем. Кто за то, чтобы избрать заместителя? Вот. Есть заместитель? Теперь нужен казначей. Вот уже... Я казначей. Кто за меня? Очень подозрительно, если человек просит собрать казначей, давайте голосовать. Кто за то, чтобы избрать казначей? Прошу голосовать. Вас ничему-то не обязывает. Вы можете голосовать каждый раз. Потому что на каждом собрании вы можете вносить изменения в устав. Значит, дорогие товарищи, лица фонда рабочей академии, наших союзников в других городах, в том числе товарищи казанцев, которые, например, на нас наехали, чтобы мы с вами встретились. Я вас поздравляю. Спасибо. С учреждением профсоюза, которое называется «Профсоюз коронавщиков Санкт-Петербурга высота». Красота. Вот. Вот это. Повестка дня исчерпана. Забрание закрыто. А вот пообсуждать или вопросы к кому-то из присутствующих, если есть, ко мне, к Григорию Вячеславовичу, друг к другу, пожалуйста. Дорогие товарищи, сегодня состоялось очень важное событие. Товарищи коронавщики, которые ранее действовали поодиночке, защищали свои интересы поодиночке, организовали профсоюз. Называется он профсоюз коронавщиков Санкт-Петербурга высота. Это очень большое событие. Это событие означает, что начинается организация коронавщиков, она будет продолжаться. Мы призываем и фонд рабочей академии призывает всех коронавщиков вступать в созданный профсоюз коронавщиков Санкт-Петербурга высота, а профсоюзная организация должна будет вырабатывать совместные меры по защите интересов коронавщиков и других трудящихся, с которыми коронавщики взаимодействуют. Какое-то количество представителей другой профессии может быть в профсоюзе коронавщиков в порядке исключения. Правильно? А кого принимать? Тех членов, которые учредили профсоюз коронавщиков, могут теперь собираться и принимать или с устным заявлением, или с письменным профсоюз коронавщиков Санкт-Петербурга высота новых членов. Сейчас самая главная задача набрать достаточно большую численность, что это был авторитетный орган, и он регулярно хотя бы раз в месяц собирался на собрание и решал те вопросы, которые являются насущными, вырабатывал те меры, которые являются возможными, и решать он должен самостоятельно, он может кого угодно слушать, с кем угодно советоваться, но решение должен принимать профсоюз Крыщиков Санкт-Петербурга высота. Что же касается организаций, которые готовы содействовать, я могу сказать от имени фонда рабочей академии, фонда содействия обучения рабочих, что мы обязуемся оказывать всю необходимую помощь и консультировать профсоюз Крыщиков Санкт-Петербурга высота. То же самое, я думаю, может сказать, вот здесь присутствует руководитель Ленинградской организации рабочей партии России Иван Михайлович Берасимов, он необходимую поддержку со стороны рабочей партии России тоже оказывает. Чем мы можем оказать? У нас есть несколько сайтов, у нас есть три газеты, у нас есть канал, мы очень рады будем видеть вас на этом канале, договаривайтесь с Сергеем Викторовичем Тюленевым, его координаты есть, и вы даете в эфир то, что считаете для себя необходимым. Если надо будет это делать не в одиночку, а в беседе со мной или с Иваном Михайловичем, или с Григорием Вячеславовичем, мы можем делать такие комбинированные выступления, обсуждать, сначала создавать определенные общественные мнения, и вырабатывать те в поддержку действий коронавиков, решения, которые бы поддерживали общественным мнением. Вот что мы можем сделать. Если желающий сейчас выступить по поводу учреждения, пожалуйста. так вот что можно в перспективе, вот наберется у вас человек 50 или 60 или 20 хотя бы, вот смотрите, что можно тогда делать, тогда можно договориться, что профессоред принимает решение, что такого-то числа все обращаются с заявлением к своему руководству с просьбой устранить замеченное эти, если делать это поочередно, вот поочередно будут этим человеком закрывать надо сразу сразу, а чтобы сразу акт это акт ему требуется заявление очень хорошее и доброе, некоторые такие злые, что они, а доброе должно быть уважаемый там, своего начальника Иван Иванович вот прошел устранить отмеченные прилагаем в марсе. Если крановщик, находясь на своем рабочем месте, пишет вот такую же писюлечку своему руководству или он это делает устно, придя, например, начальнику участка, то в этом случае начальник участка его отсюда берет и вот туда кидает или он садит его на диванчик, то есть это называемый резерв. То есть человек остается без развода. Если у вас будет в городе, сделают это одновременно. Давайте возьмем казанский опыт для себя. Акты они не делали, а они остановились, потому что до устранения нарушений. Вот вы как крановщик, вы имеете право работать на неисправной технике? Нет. Я не имею, но я работаю. Значит, вы имеете право остановить один. Но они не делают это. Так вот, если вы один остановите, вас и уволят, правильно? остановите. А вот если 30 крановщиков поставят, если 50, если остановятся все стройки и градусов? Нет. У них самое главное было объединение между крановщиками. Смотрите, у них были такие ситуации, например, на каком-то объекте не выкладывалось заработное плано крановщиков, они отказываются от работы, потому что они не получили зарплату 2-3 месяца. И в этом случае дается эта информация в том же самом ВОСАПе, что на этот объект никто не выходит. И люди не выходят сюда до тех пор, пока крановщику не выплатят заработную плату. Это вказание. Это вказание. И если в этом случае крановщику выплачивают заработную плату, то эти же люди опять же садятся, конечно же, на этот кран и работают. А у нас как поступают крановщики? Этого человека убирают, даже если людей не хватает. Людей не хватает, два человека есть на кране, трехсменный кран. И эти люди, которые там остаются, они рады стараться, вот этого убрали, а мы на живое место, мы еще и больше денег заработаем. И работают сутки через сутки. Ну что, не так, что ли? Может быть, наша организация как-то это по-другому? У нас именно так. Мы профсоюз должны что делать? Регулировать. Куда-то приняли решение, что никто туда не приходит и не становится и устремлением. Его сняли и вместо него от меня пришел коронавщик, заменил его. Вот есть у тебя нарушение, давай, запомнили вот этот акт. И все. И потихоньку человек начнет разворачиваться. То есть, сознает... Давайте мы сделаем так. Я так понимаю, что нам требуется собрание, по крайней мере, хотя бы одно ближайшее, на тему о задачах нашего профсоюза. И вот такого рода соображения, чтобы товарищи что будем делать и что реально и кто будет делать. Можно от вас медикам сказать. Смотрите, мы стоим в одинаковых условиях. Вы должны понимать, смотрите, какой момент. Вот, допустим, я состою в организации, в которой, ну, поликлиника моя городская, да, не секрет, что, допустим, зарплата медиков в Великом Новгороде, вот в районе, там, 15-20 тысяч, представляете. И если я прихожу к своему начальству Великому Новгороду, он говорит, извини, я ничего сделать не могу, вот они тарифы, вот они все скучны, и тому подобное. И мы стоим перед следующим выбором, мы сейчас, медики, стоим перед следующим. Пока мы не будем монополией, именно рядовые медики, которые будут бороться и говорить, мы за эти деньги бороться не будем. А мы для этого должны объединить весь регион, всех медиков Великого Новгорода. И пока мы не объединимся, мы не будем им ничего диктовать. Мы будем с этими зарплатами пятнадцать. И вот задача нашего профсоюза сейчас быть монополией во воспринятии решений. А с чего мы начнем? Мы просто с того, что мы организовали профсоюз. И недавно мы были межрегиональными, и сейчас мы уже всесоюзными. И мы понимаем, что сейчас мы начнем, вот надо с профсоюза начать. И вы вот так же организуетесь, и вам будет пофигу, как вы будете называться, профсоюз, совет, или еще чем-то. Вы будете диктовать. А это начинать надо с минимума, с организации. Сейчас медики везде выигрывают. Не знаю, как будет потом, но мы пока выигрываем везде. Как объединялись, вопрос интересует. Объединялись следующим образом. У нас есть центр, он в Москве, его возглавляют два журналиста, и они стоят на зарплате у КТР. КТР – это конфедерация труда России. Ну, вокруг себя, вот как ты народ сплачал? Нам надо... У нас следующее, у нас есть паблик, у нас есть паблик ВКонтакте, куда вот, в каком-то профсоюзе, в каком-то месте. Моя первичка. И сразу же в этот чат добавляется председатель. И он в курсе всего. Плюс очень хорошо стрельнуто... Только председатель, да? Не все, а председатель. Да, председатель, чтобы не было балагана. Вот. То есть нас сейчас тысячи в профсоюзе, но вот именно в самом ядре там 100 или 140 человек, вот мы, которые обсуждают. То есть мы в связи. Второй момент. Что мы там решаем? То есть человек капает, у меня такая проблема, 140 человек постоянно на связи, кто-нибудь посоветует в этот момент. И еще один немаловажный аргумент. Это вот, например, я, я как красный доктор, можно набрать красный доктор, я там буду везде. То есть я, например, разговариваю, объясняю, что вот это делается так, это так-то. Это так-то. Меня видят, понимают, что надо обращаться в профсоюз действия для того, чтобы порешать свои проблемы. Но еще раз говорю, мы пока ничего не решаем. Вот мы сейчас всесоюзной станем в сентябре, и мы уже сможем решать на уровне министерства. С министерством договариваться о своих проблемах. Так и вы, пока вы не объединитесь, все коронавчаки, вы будете вот так вот ходить и спрашивать, что ли, что ли, что ли. А, это проблема. Нет, это не проблема. Долго и дольство это проблема. Сколько времени прошло? Профсоюз организовался в 12-м году. В 12-м. Медленно все шло, пока мы, наконец-то, не стали открываться, говорить, вот мы такие и есть и тому подобное. И после того, как мы открылись в декабре, более-менее начали вести вот в прошлом году, в декабре, получается, за полгода мы увеличились в 5 раз. Семь? Нет, вот за 6 раз. В 18-м по сейчас. В 5 раз. То быстро. То есть мы просто сказали, что мы есть вперед. Товарищи, давайте мы решим один вопрос, очень важный. Дело двигается к завершению нашего собратья. Значит, есть ли у вас потребность в ближайшее время провести профсоюзное собрание, собрание своего профсоюза, на котором, а, принять в профсоюз энное количество человек? Это в каждой организации. Ну как в каждой? У нас пока одна. Один вопрос. Нет, союз. Один. Вы предложили провести какую-то агитацию или взаимодействие? Это понятно, но вы проведете агитацию, но надо наметить, когда нужно, когда собирается проводить собрание. Требуется ли это помещение для собрания или нет? Через Вадима, пожалуйста. Вадим, надо сейчас. Давайте вместе с тем общаться, что решать, я не знаю. Так, вы хотите собрание на следующей неделе провести? Нам надо совпадать уже, наверное. Давайте мы согласуем, потом с Сергеем свяжемся. Да, вы согласуете, и свяжемся. Древянные, я вам думаю, когда потребуется для этого помещения и наша поддержка. Так? Спасибо. Вот так там. Агитар мы сейчас... То есть пока мы не планируем на следующую неделю. Нет, не получилось прийти просто. Агитарный, кто-то рогонный, кто-то еще что-то. Понимаешь? Ну да. Пока не планируем. Где вы продаете инфляции? Как вы будете принимать? Вам же нужно вот что? Вот кто и где заберется, чтобы принять людей в правосоюз? Я думаю, что надо, пока вот можно сделать такую вещь. Мы можем собраться там через неделю и принять здесь тех новых членов, которых вы позовете. Чтобы у вас было не раз, два, три, четыре, а уже. Да, как думать. Значит, каждый из присутствующих должен поговорить, со своими товарищами о том, что создан профсоюз Крановщиков, Санкт-Петербурга, высота. Пока вы приглашать будете только персонально. Я правильно понял? Давайте персонально. Спасибо. У нас, какую информацию нам все равно надо в группе доносить сейчас. Доносите, что создан профсоюз. Я знаю, что мы с ним. Знаете кто? Пусть, очень просто, пусть обращается к вам, как к председателю. Меня радостно снимал. Не надо, вы открытый, человек открытый. У меня в профсоюзе люди боятся посветиться. Я никого не свечу. Я единственное лицо в политрике, которое знает, что я в профсоюзе. Я в профсоюзе, есть люди, они просто, я просто, на меня выходите, остальные все за мной. Я никого не свечу. Лебедев Вадим Викторович, крановщик. Товарищи крановщики, сегодня на нашем собрании было решение собрать профсоюз, создать профсоюз, профсоюз крановщиков Санкт-Петербурга по названию «Высота». Собрание крановщиков я был выбран председателем профсоюза крановщиков. Вопросы вступления в профсоюз можно обращаться ко мне. Вот. И по остальным вопросам тоже. Вступайте в профсоюз «Высота». Поздравляю крановщиков Питера с созданием профсоюза. От медицинского профсоюза хочу сказать одно. Про нас, про медиков, то же самое говорили, что невозможно ничего создать, до медиков не объединить вокруг ничего. Но вот профсоюз медицинский действует, независимый. И в нем сейчас за последние 6 месяцев он увеличился в 5 раз. И мы из межрегионального стали всесоюзные. Сейчас будет съезд буквально на днях 21-22 числа, где это все будет подписано. Поэтому надо объединяться, надо с чего-то начинать. Великое будущее ждет у всех, кто объединится в профсоюзы. Основная задача, например, у профсоюзов-медиков это быть монополистами. Монополистами, монополистами в принятии решений. Так и коронавщики, если они объединятся вокруг профсоюза, любой организации и будут диктовать свою волю на город, на страну. Вот к этому надо стремиться, к монополию, чтобы обычные трудящиеся, чтобы обычные рабочие, обычные трудящиеся, обычные работники, чтобы они диктовали свою волю. Еще раз повторяюсь, поздравляю профсоюз, что создался профсоюз. Я думаю, это будет начало именно активной борьбы коронавщиков в Санкт-Петербурге. Молодцы! Спасибо! Поздравляю всех коронавщиков с созданием нового профсоюза. Непосредственно коронавщиков меня выбрали заместителем председателя Всех прошу вступать, бороться за свои права, за технику безопасности, за повышение зарплат, за белые зарплаты, чтобы сделали, за все это будем бороться. Просим всех вступать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова